В эти минуты в Мажелесе продолжаются пленарные заседания Нижней Палаты Парламента. На повестке дня 25 вопросов. В их числе есть депутатский законопроект о благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности. Принятие данного документа будет способствовать закреплению на законодательном уровне правового регулирования отношений, связанных с такой деятельностью. О чем еще сегодня говорят депутаты, готов рассказать наш корреспондент Сабиев Ибусинов. Сабиев, доброе утро. Какие новости? Доброе утро, Злеха. Законопроект, о котором мы только что рассказывали, депутаты в первом чтении одобрили единогласно. Ну а выступающие народные избранники отметили необходимость принятия этого документа, поскольку в действующем законодательстве Республики Казахстан недостаточно стимулируется возможности благотворительности. Ну и как на прошлой неделе, главным спикером сегодняшнего заседания стала министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюсенова, которая представила проект Трудового кодекса Республики Казахстан. Я напомню, что этот документ поступил на рассмотрение в Можилис в конце августа этого года. Ну и как отмечено в заключении по проекту, он направлен на формирование принципиально новой модели регулирования трудовых отношений. Одно из нововведений – это упрощение процедур изменения условий трудового договора. Эта новелла предусматривает создание таких условий, когда работодателю вместо сокращения численности проще вводить режим неполного рабочего времени и временного перевода сотрудников на другую работу. Здесь предусматривается право работодателя на перевод сотрудника без его согласия. Конечно же, в случае простое предприятие на любые имеющиеся вакансии, если трудовая деятельность не противопоказана по состоянию здоровья. Еще одно изменение – это расширение первичного основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Например, расторгнуть контракт возможно будет после повторного непрохождения проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Кроме того, в новом кодексе будет максимально решен вопрос трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Так предусматривается сохранение запрета на привлечение трудовой деятельности инвалидов к сверхурочным работам. Ну и без изменений остается норма о количестве рабочей недели. Я напомню, что для лиц с ограниченными возможностями она сокращена до 36 часов. Ну и на этом у меня все. О подробностях сегодняшнего заседания в Можилисе парламента мы будем рассказывать в наших следующих выпусках новостей. Залиха вам слово. Спасибо, Саби. Будем ждать информации.